Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить на одну тему. Тема инфодайвинг и травничества. И инфодайвинг и энергопрактики. То есть есть вещи во внешнем проявленном мире, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к инфодайвингу, но при этом мы этими вещами продолжаем заниматься, продолжаем увлекаться и продолжаем изучать, исследовать и использовать в нашей работе. Что за вещи такие? Инфодайвинг – погружение в глубины психики, подсознание за информацией. Например, к нам обращается человек с каким-то заболеванием. И мы начинаем изучать, что же привело к тому, что у человека появилась эта болезнь. Ныряем в глубины, находим информацию, находим травмирующие ситуации, работаем со вторичной выгодой, забираем ресурс, встраиваем в текущую жизнь. И, казалось бы, всю жизнь удалась, все понеслось, и у человека будет облегчение. Оно так, как правило, и происходит, но у каждого человека разное время на восстановлении физического тела. И если по психическим реакциям и по тем моментам, которые не проявлены в мире, у нас идут достаточно быстрые изменения, например, у человека достаточно быстро меняются какие-то инстинктивные реакции, неосознанные у человека. Вот, например, если брать аутизм, достаточно быстро дети начинают смотреть в глаза, какие-то поведенческие реакции, отзываться на голос и так далее. Но когда касается, речь идет о том, что надо восстановить речевой аппарат, надо, 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 там, где уже задействована физиология непосредственно, или, например, там, с псориазом, где речь идет не только кожные покровы, это же последняя стадия восстановления, там же и внутренние органы будут задействованы, и гормональный фон, и работа внутренних органов, там все подряд, и тканевые разные моменты, там целый симбиоз работы с телом. И получается, что как ускорить процессы там, да, вот как ускорить процессы в физическом теле. И мы начали задавать эти вопросы душе, и очень интересный момент, вот у меня, например, по зрению, душа продиктовала конкретный рецепт, как работать с сосудами глаз, да, и это оказалось травничество. Вот реально она дала рецепт, как работать с сосудами. И этот рецепт будет только для меня. Моя душа продиктовала, сказала, да, вот она еще один шаг подвинется, да, по диоптриям, но при условии, если я вот выполню такие-таки вещи, именно из травничества сделаю, это не готовые медпрепараты. Самое интересное, что готовых медпрепаратов я ни разу не встречала, чтобы душа называла. Хотя не факт, что не назовет, да. Все люди уникальны, уникальная душа, уникальная психика, уникальная информация там хранится, то есть никогда не знаешь, что будет дальше. Так вот, тема травничества оказалась очень актуальна, потому что наше подсознание великолепно разбирается в растительном мире, великолепно может компилировать и комбинировать, и вот эти вот все вещи, оно может выдавать информационно, сборами под конкретную задачу для того, чтобы человеку стало легче, да, то есть чтобы физическое тело восстанавливалось быстрее. Это в тех случаях, когда душа действительно дает добро на восстановление. Вот. И точно так же, точно так же оказывается, полезным может быть энергетическое восстановление тела, потому что энергопроцессы, энергообменные определенные тоже влияют на скорость восстановления физического тела. Таким образом, с инфодайвингом мы оставляем на сегодняшний день направления, которые будут сочетаться, и в зависимости от запроса и разрешения души, мы будем оттуда использовать эти методики для того, чтобы помогать человеку быстрее восстанавливать физическое здоровье, физическое тело. В принципе, если об энергетике речь идет, то здесь будет еще и о психических процессах тоже задействованы моменты такие. Там все взаимосвязано, энергообменные. Энергия переносит информацию, поэтому очень важно, чтобы был восстановлен энергообмен у человека, и очень важно, тогда он идет влияние на информационный обмен, и это же влияет на физическое тело. То есть такая связка получается, которую нельзя разорвать и что-то выкинуть за ненадобностью. Поэтому, обучаясь инфодайвингу, мы параллельно все-таки, изучая, углубляясь в глубины психики, мы параллельно оставляем для изучения, для исследования, для погружения темы травничества и темы энергетики. И из практик мы оставляем в работе, для того, чтобы помогать в восстановлении физического тела, мы берем комплексы Тани Еретновой, это реально очень хороший экстрасенс был, и она действительно сделала очень хорошие наработки, ее вклад в изучение энергетики человека невероятно большой, и ее практическая работа была реально очень результативная. Поэтому мы берем комплексы Татьяны Еретновой и используем их в работе, это энергетическое восстановление, и мы берем травничество за основу, чтобы не использовать синтетические медпрепараты, то есть мы не запрещаем, наоборот, отправляем человека к врачу, лечиться, но там, где у человека есть выбор все-таки использовать медицинские препараты или натуральные препараты, все-таки мы обращаем внимание, что натуральные препараты психики ближе, нежели синтетические. И уже, коль зашла речь об этом, то я просто прямым текстом прорекламируюсь семинары Елены Викторовны Наумовой. Это уникальная травница из России. Она приезжает в Белоруссию, здесь есть ее школа, приезжает 3-4 раза в год, проводит обучение, действительно очень дотошно рассказывает, как работать с травами, действительно дает хорошие сборы под задачу конкретно под участников семинара. Единственный, конечно, недостаток, что она не проводит онлайн обучение. То есть все ее обучение – это надо живое участие. Почему? Во всяком случае, из того, что мне удалось наблюдать на семинарах, я у нее конкретно учусь уже третий год, и то, что мне удалось наблюдать – это вот собирается группа, и каждый человек приходит в группу со своим запросом. Иногда человек даже не озвучивает, с каким запросом он пришел. Неважно, это запрос его или его мамы, или его близкого человека, но у человека есть запрос. И вдруг во время семинара Елена Викторовна, она все время работает в потоке, реально, это боже дар у человека, она работает в потоке, и она начинает выдавать информацию конкретно для этого человека. Поэтому все семинары, которые она ведет, не похожие друг на друга. Она дает реально все прикладное, все рабочее, все практическое, все, что человек сразу отучился и сразу может строить жизнь. Но при этом получается, что если человек живьем не присутствовал, то эта информация ему может оказаться ненужной, кроме каких-то базовых вещей. Потому что все равно на каждом семинаре 5 минут уделяется тому, как правильно сушить, делать масло, делать настойку, делать, 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 когда спирт, когда водка, когда процентность, как определяется, что в холодильнике делается, что на солнце делается, что что... То есть вот эти тонкости практически она повторяет людям, когда она дает очередные сборы, и вот эти вещи, очередные разные снадобья, она вот это все проговаривает заново. Вот, наверное, эта база, она повторяющаяся, все остальное каждый раз идет под конкретных людей. И не было двух одинаковых семинаров. И каждый раз идет на углубление. И каждый раз идет с использованием более сложной терминологии. Ты можешь взять как врач, и ты можешь взять вообще как обыватель. То есть у нее семинар такой разноуровневый по информации. То есть кладезь знаний, кладезь информации, которая дается действительно в потоке. В потоке это значит сразу, сразу заходит в подсознание человека, и ориентируется сразу на подсознание, и на потребность данного конкретного присутствующего человека. Вот, поэтому сейчас организацией травничества, организацией школы занимается мой муж Александр Зайцев. И он с удовольствием тоже увлеченный человек. Он увлекается и травничеством, и садоводством. И он с удовольствием расскажет, покажет, ответит на вопросы по этим тематикам. Вот, и звоните, обращайтесь, приезжайте в Минск, мы будем рады вас видеть на занятиях у Елены Викторовны, потому что это действительно, это действительно очень, очень здорово, когда человек изучает травничество, углубляется в эту тему, действительно помогает себе, самому восстановить свое здоровье параллельно с изменением своего программного обеспечения. То есть тогда задействованы, вот если зайти с этих сторон, психика, травничество тела, да, и энергетика, то закрываются как бы все, все одновременно аспекты, которые нужно закрыть для того, чтобы максимально эффективно иметь результаты. И неважно, это результаты по какому заболеванию, да, то есть реально заболеваний очень много. И если, например, когда мы говорим о детях, кто-то все равно их физическое тело вытянет, да, потому что оно развивается, то когда мы говорим уже о людях возрастных, да, то там просто поработать с программным обеспечением совсем мало. То есть вероятность быстрых, или вообще вероятность результатов крайне мала, когда работаешь только с программным обеспечением, когда не работаешь с телом, потому что таковы ресурсы физического тела. Здесь уже надо помогать, хотите, не хотите. То есть если уже это не растущий организм, то здесь так или иначе надо будет еще работать с физическим телом. И травничество вам в помощь, господа. Поэтому эти темы, они пойдут параллельно сквозь годы вместе с инфодайвингом. Ну, на сегодня все. Если есть вопросы, звоните, обращайтесь. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok